Здравствуйте. После такого введения мне нечего добавить о себе, поэтому скажу лучше, о чем я буду говорить. Сколько людей в зале писали на Clojure? А на каком-нибудь другом лиспе? Отлично. А на Java? Ну, вы-то мне и нужны. Потому что Clojure это такой молодой язык, который применяет древние мудрые принципы лиспа к современной, практичной и промышленной виртуальной машине Java. Clojure это лисп, который работает на JVM. Чтобы сразу никто не пугался, выглядит это так. Я хотел бы сразу же объяснить, что такое лисп, потому что о лиспе в основном от людей слышно, что лисп — это скобочки и какие-то еще глупости. Как видите, скобочек тут не так и много. Я специально выбрал, как пример, математическую функцию, чтобы показать, что даже алгебра не выглядит как-то ужасно в префиксной нотации. Если совсем не знаете, что такое лисп, то в такой записи то, что идет после скобочки — это функция, а то, что идет… Ну, первое, что после скобочки идет — это функция, а все остальное — это ее аргументы. То есть по алгебре легко понять, что к чему. Минус, умножить. Но я решил не пытаться объяснить язык и не делать введение в язык, потому что на это нужно гораздо больше, чем 45 минут времени. И я с удовольствием помогу разобраться за кадром. А тут я просто хочу поделиться энтузиазмом, потому что я обожаю Clojure. И я работаю на нем уже больше года, и за это время я не перестал его обожать. И я считаю, что само изучение такого языка программирования сделает из вас, из каждого из вас лучшего программиста. Особенно если вы зарабатываете на хлеб каким-то объектно-ориентированным языком, например, Java. Потому что в Clojure нет объектов. Тут все доклады что-то делали с объектами. А тут объектов как таковых нету. По крайней мере, они не используются как объекты. Clojure — это функциональный язык программирования. И я считаю, что это замечательный первый функциональный язык программирования для людей, которые всю жизнь работали с ООП. Потому что я тоже всю жизнь работал с ООП, начиная с Паскаля, наверное, Бурман-Паскаля. И всю жизнь при разработке каждого проекта всегда используется один и тот же объектно-ориентированный подход. И всегда разработка начинается с рисования диаграммы классов, сопределения, в какой класс какие данные положить, какие методы будут классы и так далее. И вот этот объектно-ориентированный подход к думанию о программах настолько глубоко проник в коллективное сознание, что люди часто даже не представляют, что есть какие-то другие подходы. Например, функциональный. В чем же заключается функциональный подход? Функциональный подход заключается в том, что наша программа состоит из функций. Функция на вход принимает данные. Функция возвращает на выходе результат. Чем это отличается от функций, которые есть, допустим, Java? Это то, что здесь каждая функция, все нужные ей данные принимают на вход явно. То есть она никаким образом не явно не использует внешние данные. И кроме того, эта функция ничего не делает в системе, кроме того, как возвращает результат. То есть функция такой себе черный или синий ящик, который можно взять отдельно от всего остального, что есть в системе, и она будет работать сама по себе, потому что вообще-то она и не знает, что что-то кроме нее есть. Только входные данные, результат. Естественно, что внутри функции есть другие функции. Как правило, функция берет данные, как-то их разделяет на какие-то составляющие, вызывает для них другие функции. И так далее до каких-то примитивов. То есть если объектно-ориентированная программа имеет вид какой-то такой сети, в которой есть объекты, и они передают друг другу данные, вызывают методы, то функциональная программа имеет вид такого потока. И так уж получается, что поток легче понять, и понять, что происходит, чем объекты. Теперь я быстро пробегусь, потому что в принципе есть хорошего в Clojure. И начну с волшебных структур данных. Начнем с того, что все Clojure работают с иммутабельными данными. Что такое иммутабельные данные? Это, грубо говоря, константы. То есть единожды назначив какому-то имени, присвоив какому-то имени какое-то значение, мы его больше никогда не меняем. Кроме того, что это нам дает? То, что у нас никогда не возникает вопроса, а кто присвоил это переменное значение и где? Или почему он этой переменной присвоил значение, а этой переменной не присвоил? Или какой мне надо метод вызвать, чтобы он установил состояние моего объекта вот в такое положение, чтобы когда я вызову другой метод, у меня не произошла ошибка. Такая типичная ситуация, с которой приходится сталкиваться при разработке объектно-ориентированного продукта. А поскольку в функциях нет никакого понятия о внутреннем состоянии, то и переменных у нас нету, а те, которые есть, они не меняются, то у нас никогда не возникает вопроса, откуда взялось значение и что с ним делать дальше. Два других понятия, связанных со структурами данных, это то, что не разделяют память, и ленивые. Логичный вопрос, который напрашивается, когда говорят об иммутабельных структуре данных, это то, что при каждом… То есть вместо того, чтобы изменить структуру данных, как вы делаете, например, когда вы бежите циклом по массиву и меняете каждый его элемент, если массив иммутабельный, то этого сделать невозможно, а вы создаете новый массив, и новый массив занимает новую память. И чем больше таких массивов в системе, тем, казалось бы, больше памяти расходуется, и это должно быть жутко неэффективно. Так вот, разделение память между структурами значит, что если в двух массивах есть одинаковые куски, грубо говоря, то эти куски существуют в памяти только один раз. И так работают все встроенные структуры данных в кложер. То есть если вы в массиве меняете один элемент, ну то есть вы создаете новый массив, в котором все элементы такие же, как в том первом массиве, но один другой, то памяти это используют минимально. И ленивые структуры данных значит, что при обработке данных вычисления не происходят до того момента, когда нужен результат этих вычислений. И таким образом можно не только реализовывать такие волшебные математические конструкции, как бесконечные последовательности, из которых мы берем столько элементов, сколько нужно, но и попросту избегать лишних расчетов и лишнего использования памяти там, где нам по той или иной причине мы еще не знаем, понадобятся ли нам результаты в будущем. Мы можем как бы заложить функцию, которая сгенерирует эти результаты в будущем. И я люблю приводить пример. Код опять-таки не важен. Мой любимый пример в этом отношении это ленивая быстрая сортировка. Быстрая сортировка хоера это один из способов упорядочить элементы в массиве. Так вот с использованием ленивых вычислений и ленивых структур данных можно сделать такую сортировку, которая будет выдавать вам минимальные массивы, минимальные элементы из массива по одному, по мере надобности, и при этом она не будет нигде хранить остальные элементы, ну и много лишних структур данных. И таким образом можно сортировать огромный массив, не тратя на это много памяти, не тратя на это стека только благодаря тому, что мы можем забирать элементы и вычислять элементы по мере необходимости. Кроме структур данных в Closure, как в функциональном языке программирования, невероятно удобно работать с функциями. В Java постепенно приходит функциональное программирование безымянной функции. Я не супер к теме Java, я вообще руби-программист. Туда тоже когда-то пришло функциональное программирование. Но такой возможности построения функциональных абстракций и построения сложных функций, как в Closure, я не видел ни в одном из языков смешанных парадигм. И как пример, естественно, мы можем создавать безымянные функции. Вот тут мы проходимся по трём массивам и для тех элементов в массиве conditions, в которых для… У нас есть три массива одинаковой размерности. И для тех элементов из массива conditions, которые будут истинные, на выход мы получим элементы из первого массива, а для тех, которые будут ложные, элементы из второго массива. И вот эту функцию мы определили на месте, и она нам больше нигде не нужна. Если нам нужна какая-либо функция в будущем, то вот такая запись часто используется, когда у нас есть некоторая функция, которая часть своих параметров принимает из какой-то конфигурации. И мы не хотим каждый раз вызывать эту функцию и передавать ей конфигурацию, потому что это неудобно. И бывает такое, что приходится в других языках часто передавать одной и той же функции, одни и те же параметры, просто потому что мы не можем с этим ничего сделать. Так вот в Closure мы можем сделать частичное применение функции, что фактически значит, что у нас будет новая функция. То есть результат вот этого выполнения это новая функция, которая принимает на один параметр меньше, чем вот эта вот. И первый параметр у нее будет конфигурация. Жутко удобно. И еще более удобно, это вот такая конструкция, которая борется с избытком скобочек, и она по сути значит, что мы к элементу x применяем одну функцию, а потом к результату применяем еще одну функцию. И вот такие вот конструкции, которых в Closure огромное количество, помогают избегать тех страшных структур со скобками из анекдотов в большинстве случаев. В Closure волшебная стандартная библиотека для работы с теми самыми структурами данных, о которых я говорил. Вот случай из практики, когда-то мне нужно было сделать функцию, которая берет последовательность точек и делает из них последовательность отрезков как бы между каждой парой точек. И сначала я долго пытался сделать какое-то свое решение, и когда мне не получилось сделать это красиво, я почитал документацию, и оказалось, что в Closure уже есть функция partition, которая берет, в общем-то, массив точек и возвращает вам массив пар с перекрытием на одну, то есть фактически массив отрезков из этих точек. И вот таких функций настолько много, что есть утилиты, которые берут вашу программу, анализируют ее и подсказывают, какие из мест этой программы можно упростить, используя какие-то встроенные конструкции, языка. И что хорошо, что кроме встроенных конструкций языка, Closure, как и любой Lisp, является очень широко расширяемым. Что это значит? Что благодаря свойствам Lisp, в которые я не буду вдаваться, практически любую структуру, которую вы видите в своей программе, можно воспроизвести с помощью… Не так. Можно дописать структуру, которая будет выглядеть так, как будто это свойство языка. И, например, есть такая библиотека Swingshot, которая берет исключения, которые Closure заимствует из JVM, обычные исключения, exception, и заворачивает их в структуру, которая позволяет добавить к ним метаданные из Closure. То есть, допустим, какие-то коды ошибок дополнительные или тексты. Так вот, вместо того, чтобы использовать… То есть я не представляю, как можно было бы сделать то же самое в Java, допустим, но в Closure просто есть конструкция try+. То есть если обычный оператор называется try+, то оператор Slingshot называется try+, работает точно так же, кроме того, что в catch вы можете получить также и метаданные, которые были переданы где-то внутри вот этого блока try-catch. Или другой вариант – это когда можно любой блок завернуть в обработку ошибок с помощью Airbrake или другого сервиса обработки, внешнего сервиса обработки ошибок. И опять-таки это не выглядит как что-то стороннее, для этого не нужно писать классов или функций. Это выглядит как что-то, что уже было в языке. И второе, для чего это полезно, это для разработки DSL. На Ruby мне всегда не нравилось, что как бы ты ни старался написать свой DSL, он все равно зависит от конструкции, которые на него навязывают Ruby, то есть фигурные скобочки, квадратные скобочки, там нужно использовать символ, там с двоеточием, там не нужно использовать. В Clojure можно писать DSL, которые не будут отличимы от языка. И как говорит известная пословица про Lisp, что дайте человеку Lisp, и он сделает вам тот язык, на котором ему удобно писать программы. Зачем вообще в Clojure и мутабельные структуры данных? В первую очередь для того, чтобы избавиться от проблем с многопоточностью. Поскольку в Clojure нету такого понятия, как переменная, то в Clojure также нету и понятия race condition или вообще каких-то ошибок взаимодействия потоков, потому что для этого в Clojure в самом языке вложена поддержка трех конструкций. Первая — это атомы. Атом — это кусочек памяти, то есть формально переменная, которая доступна из любого потока, но назначение, которое происходит исключительно атомарно, то есть пока вы присваиваете из одного потока ему значение, из другого потока нельзя присвоить значение тому же атому. Для более сложной взаимодействия между потоками существуют транзакции. Транзакция — это кусок кода, который будет… Он использует некоторую переменную опять-таки, и если в тот момент, пока вы выполняете этот кусок кода в транзакции, значение этой переменной было изменено другим потоком, то ваш код будет выполнен еще раз. И таким образом вам вообще не нужно заботиться о том, что у вас может возникнуть рейс-кондишн, потому что рейс-кондишн решается еще на уровне языка. Ну и агенты — это очереди задач, которые также существуют в самом языке, то есть можно создать некоторую функцию, которая принимает параметры, и потом асинхронно слать этой функции параметры, и функция будет выполняться в отдельном потоке. Поскольку каждая функция в идеале не имеет никаких зависимостей, кроме того, что ей подается на вход, то такие функции невероятно легко тестировать. И также их невероятно легко интегрировать с чужими функциями, потому что их интерфейс очень четко определенной самой функцией. Поэтому к Closure как никогда применим подход TDD, когда мы можем вплоть до того, что сначала написать полный вызов функции, а потом то, как она должна вызываться, а потом написать саму функцию. И такой подход к разработке, как Rappel DD, это… Наверное, в Java такого нету. Rappel — это run, eval, print loop. Это, грубо говоря, терминал, в котором можно выполнять команды Closure, получать в результате ответы, и в нем доступны все функции языка, поэтому теоретически любую программу можно написать сначала в этом терминале, а потом скопировать в, собственно, файл с исходным текстом. Часто так и делается для простых функций. Куда еще можно перенести коды из Rappel — это в тесты. Вот пример одного из тестов из, опять-таки, живого проекта. Это, опять-таки, вот эта библиотека для тестов сделана с той задумкой, что тесты в ней выглядят так, как примеры в книгах, а именно есть какой-то код, он выполняется, и потом вот такой стрелочкой обозначен результат, который мы получаем. И мы просто пишем какой-то вызов функции и какой-то результат. И вот я не знаю, как можно проще писать тесты, я не видел. Я работаю в Closure в IntelliJ, которая, наверное, многим из вас знакома. Там замечательный плагин Cursive, в котором есть и поддержка рефакторинга, и переход к символу, и определение неопределенных символов на лету. Очень удобная среда разработки. Но если не IntelliJ, то можно писать в любом редакторе. В принципе, хочу добавить, что, естественно, поскольку Closure работает на JVM, то она доступна на любой платформе, и на Windows, и на Linux, и на OSX, где угодно. Это не может никого останавливать. По поводу деплоя приложений на Closure, тоже вопрос, который возникает. Написали приложение, что же с ним делать дальше. Сейчас Heroku позволяет деплоить приложение. Также, поскольку любое приложение на Closure, это фактически джарник для JVM, то можно загружать в любой из аппликейшн серверов Java. И также вот недавно вышла утилита, которая позволяет завернуть приложение на Closure прямо в Docker контейнер и деплойить его в архитектуру Docker, не отходя от кассы. По поводу поддержки библиотеками. Во-первых, и что отлично, Closure может использовать все библиотеки Java. И при разработке языка было учтено, что это будет необходимостью, поэтому работа с библиотеками Java достаточно простая и органичная, скажем так. Вот тут есть код, который парсит некоторый другой исходный код с помощью Java библиотеки intlr. Мы импортируем какие-то классы и потом создаем сущность этих классов, вызываем. И фактически не делаем ничего особенного, чтобы использовать эти Java классы. Почему это очень хорошо? Потому что это избавляет программистов на Closure от разработки каких-то библиотек, которые повторяют функциональность, доступную в Java. Например, клиенты для JDBC. А фокусироваться на решении той проблемы, что код выглядит недостаточно красиво. Фактически большинство библиотек на Closure каким-то образом делают этот код на Java более красивым, определяют какие-то свои DSL и так далее. Поскольку вообще-то основная задача программиста это свести код к его наиболее красивому и лаконичному и выразительному представлению. Кроме того, что есть Closure на JVM есть также Closure Script. Это реализация языка Closure для JavaScript. Она компилируется в JavaScript и работает везде, где работает JavaScript. Например, в браузере. Если вы слышали о такой библиотеке, нашумевшей, как React, React это библиотека, которую сделал Facebook для разработки функциональных интерфейсов. То есть определение интерфейса через функциональный подход. Так вот в Closure Script есть библиотека OM, которая использует внутренности React с синтаксисом Closure и выглядит это довольно приятно. Я пользуюсь и почти доволен. не буду об этом распространяться. То самое страшное, что может случиться в программе Closure это функция, которая занимает миллион строк, в которой определено еще пять внутренних функций и которые совершенно нечитабельны и вот это надо все рефакторить и вытаскивать внутренние функции наверх. И что замечательно, это то, что благодаря вот этому подходу без состояния, без переменных, почти любой кусок кода отсюда можно взять и вытащить в отдельную функцию, тем самым упрощая программу или для повторного использования. Если вы хотите заниматься функциональными языками, первую книжку, это две книжки. Эту книжку я советую прочитать всем, кто занимается программированием. Структура интерпретации компьютерных программ. Это книга, которая перевернет ваше представление о том, как писать программы и она также содержит очень мягкое введение в Lisp и она через Lisp строит все привычные структуры данных, такие как объекты и так далее. Вот эту книгу нужно читать. Если вам интересен конкретно Closure, то Joy of Closure это книга, которая описывает все хорошее, что есть в Closure от и до. По ней можно было бы сделать доклад длиной в 45 часов, а не минут. и опять-таки она хороша не только как руководство Closure, но и как источник идей о том, как вообще можно писать программы, помимо того, к чему мы привыкли. Спасибо, я все буду рад вопросам. Мы готовы поднести микрофоны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Такой вопрос. Я сейчас начинаю изучать такой язык R-Lang. И по докладу я заметила для себя очень много сходства с Closure. Тоже он масштабируемый, отказовстойчивый. Скажите, можете ли вы как-то мне для выбора есть ли какие-то преимущества у Closure перед R-Lang? Лично для меня огромное преимущество Closure это простота его синдексиса. И я долго смотрел на функциональные языки, вот именно на R-Lang, на Haskell, и меня их синдексис пугает, поскольку там слишком много пунктуации. Одно вообще преимущество R-Lang то, что код, который переписывали с Java, с C, он сокращался вообще очень-очень сильно. То есть если уж заниматься R-Lang, то есть я на R-Lang не писал, поэтому я не могу объективно сравнить. Но я бы сказал, что он также язык с богатой традицией и вполне составляет конкуренцию Closure, чем Closure хорош в свою очередь, то, что он работает на JVM и при знании Java… R-Lang тоже работает на JVM. Да? Да. Но вряд ли на нем можно сделать вот такое вот. По-моему, будет выглядеть еще проще. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня то есть несколько вопросов. Первый. То есть кто-то компилирует в байт-код? Да. Кто? Компилятор. Ну, это какой компилятор? Специальный компилятор, написанный под Closure, да? Да. И вопрос тогда, это статическая или динамическая компиляция является языком? То есть если я в какой-то момент времени ожидаю, что мне функция вернет определенный результат, то ошибка у меня вылезет на этапе компиляции или же в рентайме? Значит, и так, и так. Проще сказать динамический, потому что все возможности Closure, они сохраняются в режиме выполнения, поэтому ошибку можно поймать в режиме выполнения, но в отличие от других языков, скажем, JRuby, который только так работает, у Closure есть режим компиляции заранее, и тогда в jar попадает уже скомпилированный файл, и тогда некоторые ошибки можно поймать на этапе компиляции. Но по сути это опция, я могу указать, ну, как в Груве, вместо MISCompileStatic. Окей, и по перформансу, насколько код на Java быстрее или медленнее, чем код на Closure? Несмотря какой код. Вот. Ну, насколько я знаю, все вот эти функциональные штуки, которые есть здесь, они еще доступны в Java 5. Пример Google Guava. Они там реализованы через реализацию анонимных классов. В Java 8 они ввели свои анонимные классы и заменили их Lambda, которая в фронтайме оборачивается либо в анонимные классы, либо подкладывают в сами байт-коды методы свои с именем специальным. Потом их вызывают. И поскольку Java является языком статической компиляции, то есть там все понятно. Там у нас заранее в байт-кодах есть определенное количество методов, которые нам нужно использовать потом. Насколько длительно занимает операция оборачивания всех функциональных вещей в классы, то есть в обертки, в байт-кодах? Хороший вопрос. И я не скажу, что я это мерил. но я могу сказать, что во-первых, действительно вся функциональ заворачивается в классы Java и, естественно, методы на этих классах. И насколько я могу вспомнить, то грубо говоря, шаблоны функций готовы заранее. То есть они не компилируются на лету. Насколько это работает технически, я не могу сказать. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Какие-нибудь фреймворки под именно клоужеры родные? Например, Groovy Grails, Java, JSF и GP. Для веба? Да. Для веба или для других вещей? Или используется вообще… Можно ли использовать клоужеры как для веба? Однозначно можно. И вообще веб – это очень хорошая почва для функционального программирования, потому что протокол HTTP сам по себе функциональный. Он не имеет состояния, он выглядит как вызов функции. Есть не столько фреймворк, сколько коллекция библиотек Luminus. Есть для начала есть аналог REC в Ruby, это Ring. На нем есть библиотека для формирования удобного HTTP сервера, это Composure. Luminus это вот штука, которая, как и рельсы, содержит в себе и управление базами данных и компиляцию ассетов и все остальное. Но вообще доминирующий подход это собирать из библиотек, то есть не использовать фреймворк, а собирать из библиотек. То есть в принципе можно, допустим, заранее от бизнес-нидов определить стэк технологии, стэк библиотек, которые там 90% того, что мне нужно, оно покроет. Да. Окей, хорошо, спасибо большое. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Вы упоминали об атомарности. Я хотел спросить такой небольшой вопрос. Есть ли встроенные какие-то операции, которые уже атомарны в клажуре? Дело в том, что там это так построено, что есть ровно две операции, которые атомарны. Это считать атом и записать атом. Все остальное, то есть это умышленно изолировано. То есть вся работа с атомами изолирована в чтении и запись. Можно написать более сложные структуры, чем, допустим, там одно число. Но если нужно что-то более сложное, чем атомы, то для этого есть транзакции. То есть атомы это больше для самых простых операций. Понятно, что для самых простых. Просто насколько например в C-Sharp есть инкремент-декремент, это тоже атомная операция. Я имел в виду, что может быть что-то подобное есть. Я сто процентов могу сказать, что есть. Я могу сейчас открыть документацию. Нет, я просто спасибо. Есть. Спасибо за доклад. Очень интересно было. Я с Closure не знаком был. У меня вопрос по поводу байт-кода. То есть этот компилятор, который генерирует байт-код, он разрабатывается кем? В смысле кем? Ну в смысле это Oracle там подмогает? Нет, это частный. Но сейчас есть компания Cognitect, которая занимается этим. Но фактически эта компания образовалась из человека, который изначально делал Closure. Это Rich Hickey. Хорошо. А как тогда байт-код, который генерируется в Closure, совместим с байт-кодом от OpenJDK или OracleJDK? Потому что каждый год мы знаем выходят новые релизы. Там вот восьмерка появилась, там год назад через два года девятка появится. И ребята там вносят новшества и в байт-код, и в garbage collector и так далее. Как Closure живет с нововведениями в job? в новых джавах? Это как бы менеджер или вы живете там еще в шестерке или в семерке и допустим garbage collector там в j1 до сих пор у вас не используется? Нет, сейчас используется как раз восьмерка. То есть сейчас последняя версия Кложе работает с восьмеркой. Ну это вы работаете по совместимому по СЭП, потому что протокол совместим. Но используется ли байт-код внутренней оптимизации допустим там мохид офтайм компилейшн какой-то там какие-то там оптимизации внутри байт-кода от оракла самого допустим. Не знаю. Я даже не знаю применимо ли это в данном случае. Использовались бы они, если бы Потому что компания не оракл пишет компилятор соответственно наверное там будут какие-то дельта времени Много есть языков которые компилируются в JVM и не разрабатываются не ораклом. Спасибо. Спасибо огромное за доклад.